Внимание! Сейчас я озвучу факт, который разрушит ваше представление о земле в промышленной электрике. Обычный медный провод с сечением 2,5 квадрата и длиной 10 метров на частоте 30 МГц имеет сопротивление почти 2000 Ом. 2000! Ваша земля на высоких частотах это не проводник, а изолятор. И это еще не самое страшное. Этот же провод может превратиться в мощную излучающую антенну и стать источником помех для всего оборудования в радиусе сотен метров. В эфире Upgrade. С вами Лекса и доктор Кузнецов. Сегодня мы проведем настоящее вскрытие ПЕ-проводника и покажем, какие физические процессы превращают вашу защитную землю в источник проблем. Док, давайте начнем с реальной истории. Завод — новый частотный преобразователь, или, как говорят инженеры, ЧРП, на 200 кВт. Заземление выполнено по всем правилам. Медная шина, контур, сопротивление 2 Ома. Идеально. Но как только включают привод, начинается хаос. Сбои контроллеров, ложные срабатывания защит, помехи на мониторах. Электрики в панике. Заземление же правильное. Классическая ситуация. Проблема в том, что все расчеты заземления делались для тока короткого замыкания — 50 Гц, 1000 Ампер. Но никто не считал, что будет происходить с микроампером помехи на частоте 10 МГц. А ведь именно эти микроамперы и создают весь хаос. И сегодня мы разберем физику этого явления по полочкам. Мы ответим на вопросы, откуда в ПЕ-проводнике берется ток и почему он создает такие проблемы. Итак, к нам поступил отличный вопрос от зрителя с ником Александр Мусеенко. Откуда на ПЕ может появиться значительный ток? Это же не рабочий проводник. Док, давайте разберем основные источники. Уверенных список не ограничивается одним пунктом. Да, Олегса, это абсолютно правильный вопрос. Существует распространенное заблуждение, что ПЕ-проводник — это тихая гавань. На практике же это оживленная магистраль для токов помех. Давайте выделим три основных, наиболее значимых источника, с которыми сталкивается практически каждый инженер на промышленном объекте. Давайте по порядку. Какой первый? Первый источник — низкочастотный и постоянный. Это так называемые уравнительные токи, возникающие из-за земляных петель. Если у вас есть два удаленных друг от друга объекта, например, два корпуса, заземленные в разных точках, то из-за работы различного оборудования потенциалы этих точек заземления всегда будут немного отличаться. Даже разница в полвольта создаст ток, который будет протекать по всем доступным соединительным проводникам, включая ПЕ, стремясь выровнять эти потенциалы. То есть это фоновый, постоянно существующий ток. Что дальше? Второй источник — высокочастотный и также постоянный. Это токи утечки от силовой электроники, в первую очередь от ЧРП. Ключевой момент здесь в том, что эти токи появляются в ПЕ-шине не случайно, а являются следствием проектных решений, продиктованных стандартами ЕМС — электромагнитной совместимости. Можете пояснить, как это связано? Каждый ЧРП — это мощный генератор помех. Чтобы эти помехи не уходили в питающую сеть, на входе ЧРП устанавливают ЕМС-фильтры. Важнейший элемент этих фильтров — это Y-конденсаторы, которые соединяют силовые фазы с шиной ПЕ. Для высоких частот они представляют собой очень низкое сопротивление, фактически создавая короткий путь для стока помех на Землю. То есть мы намеренно превращаем ПЕ-провод в канализацию для ВЧ-помех. Насколько велик этот ток? Он очень значителен. Давайте посмотрим на реальные измерения, чтобы оценить масштаб. Ого! Что это за две совершенно разные кривые? Это спектр помех от одного и того же частотника. Верхняя, синяя линия — это уровень шума, который он создает без входного ЕМС-фильтра. Как видите, он огромен. А нижняя, коричневая линия — это тот же привод, но уже с установленным ЕМС-фильтром. Разница колоссальная. Получается, вся эта разница, вся эта гриарс, показанная синей линией, через фильтр направляется прямиком в Землю. Совершенно верно. Это наглядно показывает, какой мощный поток высокочастотного тока попадает в наш, казалось бы, безобидный ПЕ-проводник. Итак, у нас есть низкочастотные и высокочастотные токи утечки. А какой третий основной источник? Третий источник — импульсный и самый мощный по своей пиковой амплитуде. Это токи, возникающие в результате переходных процессов. Пуск мощного двигателя, коммутация силового контактора, короткозамыкание или срабатывание защиты — все это генерирует мощнейший электромагнитный импульс. То есть это кратковременный, но очень сильный всплеск. Именно. В момент коммутации генерируются так называемые быстрые переходные процессы или ЭФТ. Это пачки очень коротких, наносекундных, но высоковольтных импульсов. Через паразитные емкости в оборудовании они наводят в шине ПЕ очень большие импульсные токи. Если постоянный шум вызывает ошибки и сбои, то мощный импульс от переходного процесса способен мгновенно подвести процессор или даже физически повредить электронику. Картина впечатляет. Но является ли этот список исчерпывающим? Это три кита, на которых держится большинство проблем. Но для полноты картины стоит понимать, что список не исчерпывающий. Существуют и другие факторы. Например, электростатические разряды ИСД от персонала или оборудования. А также внешние радиочастотные наводки от сотовых вышек или раций. Но три источника, которые мы детально рассмотрели, являются основными. Что ж, теперь картина действительно полная и заставляет задуматься. Да, и теперь понимая, что именно протекает в нашем ПЕ-проводнике, мы можем перейти к главному вопросу. Почему толстый медный провод не может со всем этим справиться? Хорошо, в нашем ПЕ-проводе текут помехи. Но это же толстый медный провод. Неужели он не может просто переварить эти жалкие миллиамперы? Здесь кроется фундаментальное заблуждение. Мы привыкли думать о проводах в терминах постоянного тока. Но на высоких частотах провод ведет себя совершенно иначе. Его поведение описывается полным сопротивлением, импедансом. Объясните формулу для наших слушателей. Импеданс Z состоит из двух частей – активного сопротивления R и реактивного сопротивления J-омега-L. И обе эти части кардинально меняются с ростом частоты. Начнем с активного сопротивления. На высоких частотах ток вытесняется к поверхности проводника – это скин-эффект. Для частоты 1 МГц толщина скин-слоя в меде составляет всего 66 микрон. Эффективная площадь сечения резко уменьшается, и активное сопротивление возрастает в разы. Но это еще не все. Это только начало. Настоящая драма с индуктивностью. Любой прямой проводник имеет индуктивность примерно 1 микрогенри на метр. А индуктивное сопротивление растет линейно с частотой. Посмотрим на реальные цифры для 10-метрового провода. 50 Гц. Практически 0. 1 кГц. 0,06 Ом. Еще терпимо. 100 кГц. 6,3 Ом. Уже заметно. 1 МГц. 63 Ом. Серьезное препятствие. 10 МГц. 630 Ом. Огромное сопротивление. 30 МГц. 1885 Ом. Почти изолятор. 2000 Ом. Наш заземляющий провод стал высокоомным резистором? И любой, даже микроскопический ток помехи, протекая через такой импеданс, создает по закону Ома огромное падение напряжения. Ваш ПЕ-провод перестает быть землей и сам становится источником помех. Док, давайте предвосхитим вопрос от наших опытных слушателей. Любой инженер КИПА, то есть контрольно-измерительных приборов и автоматики, скажет, стандартный подход – это фильтрация. Почему бы просто не поставить на входе контроллера фильтр и не отсечь весь этот ВЧНУМ? Это абсолютно правильный вопрос, который подводит нас к ключевому аспекту ЭМСИ. Эффективность любого фильтра напрямую зависит от качества его земли, точки, на которую он отводит ток помехи. В теории мы предполагаем, что эта точка имеет нулевой потенциал. А на практике, как мы уже выяснили, наша шина ПЕ сама является источником высокочастотного напряжения. Совершенно верно. И это все меняет. Во-первых, возникает прямое воздействие общей синфазной помехи. Когда потенциал Земли и контроллера колеблется, вся схема аналогового ввода испытывает дребезг Земли. Это приводит к искажениям и ошибкам. То есть проблема не в самом сигнале, а в нестабильности самой Земли? Это первая часть. Второй механизм — нарушение работы самого фильтра. Фильтр пытается отвести ток помехи на Землю. Но если Земля сама имеет высокий ВЧ-импеданс, ток не может быть эффективно отведен. Более того, через паразитные емкости фильтра шум с шиной ПЕ может инжектироваться прямо в отфильтрованную сигнальную цепь. Получается, фильтр в таких условиях не только теряет эффективность, но и может стать проводником помех в обратном направлении. Именно так. И локальная попытка отфильтровать сигнал бессмысленна, если не решена глобальная проблема. Док, ну и это еще не конец истории. Что происходит, когда провод становится длинным? Когда длина проводника становится сопоставимой с длиной волной помехи, он превращается в длинную линию передачи. Критерий простой. Если провод длиннее одной двадцатой длинной волны, то его поведение кардинально меняется. И что же происходит в этой длинной линии? Появляется отражение. Сигнал помехи, дойдя до конца провода, отражается и бежит обратно, точно как эхо в горах. Прямая и отраженная волны складываются, и в результате внутри проводника образуется стоячая волна. Похоже на застывшие волны на воде. Отличная аналогия. В этой стоячей волне есть точки с максимальной амплитудой, мы называем их пучности, и точки с нулевой амплитудой. Это узлы. Расстояние между соседним узлом и пучностью — это четверть волны, а между двумя соседними пучностями — это уже половина волны. И что это означает на практике? А это означает, что потенциал вдоль вашего ПИ-провода абсолютно неоднороден. В одной точке может быть плюс 5 вольт, а всего в паре метров от нее в узле волны будет почти ноль. Ваша Земля превращается в волнующуюся поверхность. Но самое опасное явление здесь, как я понимаю, — это резонанс. Да. Самая большая проблема возникает, когда длина провода оказывается равной четверти волны для какой-то из частот помехи. В этот момент провод входит в резонанс и превращается в эффективную четвертьволновую антенну. То есть он начинает активно излучать помехи в пространство. Именно. И это не теория. Вот прямое доказательство из статьи в авторитетном инженерном журнале по электронике. Инженеры провели простой, но очень показательный эксперимент. Слева мы видим резонанс обычного изолированного кабеля. Пик на частоте около 90 МГц. А теперь самое интересное — график справа. Здесь один конец кабеля заземлили, имитируя то, как наш ПИ-провод подключен к шине в шкафу. И резонанс сместился. Пик теперь находится на частоте около 46 МГц, ровно в два раза ниже. Совершенно верно. Заземлив один конец, мы превратили кабель в классическую четвертьволновую антенну. В этот момент он начинает излучать эту помеху в пространство с максимальной эффективностью. Получается, наша Земля стала полноценной передающей антенной. Именно. И эта антенна может создавать помехи оборудованию в радиусе сотен метров. Более того, она может принимать внешние помехи, как обычная радиоантенна, и направлять их прямиком в вашу систему. Давайте теперь свяжем всю эту физику с практикой. Как эти знания помогают в реальной диагностике? Понимание физики дает ключ к правильной диагностике. Когда вы сталкиваетесь с необъяснимыми сбоями, которые появляются при включении определенного оборудования, теперь вы знаете, это может быть стоячая волна, раскачивающая потенциал Земли. Можете привести конкретные признаки? Конечно. Признак первый. Сбои зависят от длины кабеля. Переложили кабель, сделали его короче или длиннее. Характер сбоев изменился. Это явный признать резонансных эффектов. Признак второй. Сбой зависят от точки подключения заземления. Подключили заземление в другую точку щита. Помехи исчезли. Вы просто сместили свое устройство из пучности волны в узел. Признак третий. Помехи имеют частотный характер. Они появляются на определенных оборотах двигателя или при определенных режимах работы преобразователя. А как можно быстро проверить свои подозрения? Простейший способ – временно изменить длину ПЕ-провода. Добавьте или убавьте метр два. Если характер помех изменился, у вас резонанс длины линии. Еще один способ – измерить потенциал в разных точках ПЕ-провода относительно локального заземления. Если потенциалы разные, у вас стоячая волна. Но ведь инженер по эксплуатации не может кардинально изменить систему заземления. Не может, но он может правильно диагностировать проблему и не тратить недели на поиск неисправности там, где ее нет. Он может обоснованно потребовать от проектировщиков пересмотра схемы заземления или установки дополнительных фильтров. Кстати, идея этого выпуска родилась благодаря активной дискуссии под нашими предыдущими роликами. Спасибо всем, кто участвует. Особенно Ильяшу Швет 747 за замечание это тот случай, когда читать комменты под роликом очень даже полезно. Да, ваши вопросы помогают нам понимать, какие темы требуют более глубокого разбора. Пользователь Дмитрий Конопинский 3793 совершенно справедливо заметил про Y-конденсаторы, а Андре Чейз 8220 поднял тему четвертьволновых резонансов. И особая благодарность Александр Митюрьев, я, аззык, за историю про ксерокс в 90-е. Она отлично иллюстрирует важность понимания физики процессов. В следующих выпусках мы обязательно разберем методы борьбы с этими явлениями. Поговорим о правильном экранировании, ферритовых фильтрах, гальванической развязке и современных методах проектирования систем заземления. Подводя итог, мы показали, что ПЕ-провод на высоких частотах — это не просто проводник, а сложная электродинамическая система. Он может быть резистором, индуктивностью, длинной линией и даже антенной. Главное — понимать, что современные системы требуют нового подхода к заземлению. Методы, работавшие 30 лет назад, сегодня могут быть неэффективны. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить выпуск про методы борьбы, и пишите комментарии с вашими случаями из практики. С вами были Лекса и доктор Кузнецов в программе Upgrade. До новых встреч!